Альфа-стоматология. Сделаем мир светлее. Здравствуйте! С вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Закончат в декабре. На ремонт 10-й поликлиники выделили около 12 миллионов рублей. Снести нельзя достроить. Пятая больница может лишиться одного из корпусов. День борьбы с инсультом. Как распознать заболевание? Новая методика – лифтинг-голба, что придумали рязанские ученые. 10 мобильных медицинских комплексов поступят в этом году в районы Рязанской области. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона. Техника будет закуплена в рамках проекта по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Она поступит в Старожиловский, Милославский, Александроневский, Шацкий, Кораблинский, Михайловский, Пронский, Скопинский, Ряжский, а также в Сасовские районы. Также в рамках проекта к концу текущего года на территории региона построят 13 ФАПов. Крайний срок сдачи последнего из них – 25 декабря этого года. Ремонт поликлиники 10-й больницы закончат до 5 декабря. Работа финансируется из регионального бюджета в рамках национального проекта здравоохранения. Их стоимость составляет почти 12 миллионов рублей. Более 1200 квадратных метров отремонтируют. Работы проводят на территории поликлиники 10-й больницы. Это первые и вторые этажи, лестницы, запасной основной вход, холлы и коридоры. Обновят более 40 кабинетов врачей. Поликлиника у нас работает с 1972 года. В этом году уже ей 47 лет. За весь этот период не было капитального ремонта. Но благодаря федеральной программе здравоохранения из регионального бюджета нам было выделено 11 миллионов 900 тысяч рублей. Работы начались 16 октября. Закончить их планируют 5 декабря. За это время заменят систему водоснабжения и отопления, окна, двери и многое другое. За качеством их проведения следят врачи. Ведь для них ремонт – событие долгожданное. Вместе с ним запланировали и оптимизацию пространства. Ранее находилось отделение профилактики. Отделение профилактики будет перенесено в другие помещения нашей большой больницы. Здесь планируется прием врача-ревматолога, потому что пациенты с ревматологическими заболеваниями тяжело передвигаться. И для того, чтобы им было удобнее попасть к доктору, кабинет ревматолога будет перенесен со второго этажа на первый этаж. Здесь также будет кабинет эндокринологов, гастроэнтеролога и заведующего отделением, чтобы врачам и пациентам на первом этаже было удобно. Напомним, что поликлиника номер 10 очень крупная. К ней приписано 54 тысячи человек. Она рассчитана на 800 посещений в смену. Для удобства людей в ходе ремонта увеличат холл первого этажа около регистратуры. Здесь планируют установить кулер и много цветов. Аптечный киоск, который там ранее располагался, он перенесен в другое помещение больницы. Соответственно, увеличится зона ожидания для пациентов. У нас будут по-другому размещены информаты, чтобы пациентам было более удобно брать талоны на посещение. Будут проводиться ремонтные работы в регистратуре поликлиники. Стоит отметить, что во время ремонта врачи по-прежнему продолжают принимать пациентов. Для этого физиотерапевтическое отделение перевели в другой корпус, а на его месте сделали кабинеты узких специалистов и терапевтов. Также врачей разместили в женской консультации и бывшем здании МРТ. Для удобства людей установили навигационные знаки и выделили отдельных администраторов для помощи с новой логистикой. Пока одно здание ремонтируют, другое хотят снести. Один из корпусов пятой больницы считают ненужным. Об этом заявил заместитель регионального правительства Роман Петряев. Он сказал, что больница справляется с нагрузкой и без него. Однако жители микрорайона Преокский с ним не согласны. Расширить больницу планировалось еще в советское время. Первое здание было построено в 1950 году и тогда же уже было ясно, что с обслуживанием растущего района оно не справляется. Подготовили проект и начали строительство, которое было заморожено в годы перестройки. На последнем заседании облдумы зампред регионального правительства Роман Петряев заявил, новый корпус достраиваться не будет. Мест очень мало. Корпус, конечно, ломать разве можно такие вещи? Ни в коем случае. Пока территория больницы оставалась открытой для доступа, в здании недостроенного корпуса часто видели школьников и любителей заброшенных мест. В 2014 году прошлый губернатор поручил провести комиссионное обследование объекта и принять решение о его дальнейшем использовании. В 2016 году недостроенный корпус даже хотели продать за 25 миллионов, но желающих приобрести его так и не нашлось. Жители микрорайона Преокский до сих пор надеются, что новый корпус достроят. Старое здание не всегда справляется с потоком пациентов. Вот у меня муж стоял в очереди, чтобы попасть на реабилитацию. Так что многие стоят в очереди, не хватает места. Мы здесь проживаем с 1966 года. Она востребованная. Микрорайон такой, но уже давнишний, как бы давно живем. Я считаю, надо. Однако вместо того, чтобы достроить корпус пятой больницы, его решили снести. В феврале этого года стало известно, что на эти цели даже выделились средства из бюджета в 2,5 миллиона рублей. День борьбы с инсультом прошел в Рязани области. 29 октября на базе всех сосудистых центров прошла профилактическая акция «Протяни руку здоровью. Скажи инсульту нет». Принять не участие могли все желающие. 4,5 часа. Именно столько времени есть, чтобы спасти человека, у которого произошел инсульт. Если помощь поступит вовремя, то он полностью поправится. В противном случае пострадавшему грозит инвалидность. О первых признаках заболевания рязанцам рассказали на акции в областной клинической больнице. У него появилось резкое головокружение, он не может встать. И если вы подходите к нему, начинаете вступать с ним в разговор, чувствуете, что у него как будто смазанная речь. Или наоборот, он не понимает обращенной к вам речи, не может подобрать правильное слово. И при этом, когда вы смотрите на пациента, то увидите, что у него происходит асимметрия мышц лица. У него опускается с одной стороны, как правило, с одной стороны угол рта. В этом случае нужно немедленно вызвать скорую. Врачи отмечают, что заболевания встречаются все чаще. Это связано с тем, что люди стали активнее обращаться к врачам. Раньше инсульт нередко лечили в домашних условиях. Причем возраст пациентов молодеет. Наша задача сейчас, наоборот, снижать статистические заболеваемости в Рязанской области. Она у нас сейчас где-то колеблется на цифры 420 на 100 тысяч населения. Но где по Российской Федерации цифры это 350, вот так вот колеблется, 350. Стоит отметить, что профилактические акции уже стали традиционными. 29 октября все сосудистые центры Рязанской области, среди которых Сассовский, Касимовский, Шиловский, Ряжский, Рязанский, проводят профилактические осмотры граждан. У них измеряют артериальное давление и берут кровь. Читают лекцию о мерах профилактики. Коррекция своевременного артериального давления, своевременное выявление повышенного холестерина. Раз в год мы обязательно должны, если имеем повышенный цифр холестерина, контролировать свои узи сосудов шеи. Далее мы должны самостоятельно контролировать свой вес, избегать большое потребление соли, увеличивать физическую нагрузку. Врачи напоминают, что стресс и большие физические нагрузки чаще всего становятся катализаторами инсульта. При этом полностью излечиться может лишь каждый десятый. Опасный период составляет 7 дней, острый – 21. А ранняя реабилитация длится до полугода. Поэтому специалисты призывают беречь свое здоровье и не стесняться обращаться к врачам. Ведь профилактика помогает спасти жизнь. Ученые из Медицинского университета запатентовали методику долговременного и нетравматичного лифтинга лба. Новый метод уже применяют в Рязанской областной клинической больнице. Подробности далее. Хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки. Методика в два раза продлевает действия пластических операций. Получен международный патент – это омоложение в области лба и омоложение в области орбиты. Это эндоскопическая подтяжка переорбитальной области и подтяжка лба, которая подразумевает собой, во-первых, физиологичность, во-вторых, это сохранение всех индивидуальной мимики, и третье – это сохранение непосредственно натуральности, естественности, чтобы лица не выглядели оперированными, а выглядели наиболее естественно. Вместо больших разрезов делается всего три прокола в волосистой части головы. А для фиксации мышцы не нужно вкручивать в голову медицинские винты или инородные материалы, как это делается при аналогичных операциях. Идея по поводу эндоскопической подтяжки в новом методе фиксации и в том, что сам себе подъем бровей является физиологичным. То есть мы не используем какие-то инородные тела как фиксаторы, и таким образом результат сам по себе является более долговечным. Мышцы фиксируются при помощи рассасывающейся коллагеновой губки. Она покрыта с одной стороны белком-фибриногеном и препаратом для свертываемости крови – тромбином, который образует естественный биологический клей. Используем коллагенную губку, которая очень легко доступна в общей хирургии. Соответственно говоря, мы снижаем расходы на операцию, и результаты наших операций ничем не хуже при использовании каких-то дорогостоящих, например, импортных, скажем так, девайсов, там такое модное слово, то есть инструментов, шурупов и так далее и тому подобное. То есть мы, скажем так, независим от этого. У нас есть губка Тахаком, да, которая хорошо очень справляется с методной фиксацией, она профилактирует образование сером, то есть у нас скопление жидкости и гематом, то есть кровотечение, кровопотеку в послеоперационном периоде. Таким образом, это очень хорошая профилактика, да, потеря эстетического результата. Новая эндоскопическая методика увеличивает действие лифтинга в два раза. Обычно эффект от аналогичных операций длится примерно 4-5 лет. Внедрение данного метода, оно широко уже используется не только в Рязанской области, среди пластических хирургов Рязани, но я знаю, что и в некоторых других клиниках не только России, но и же изрубежные коллеги, которые активно на конференциях узнают про эту методику, тоже принимают, перенимают этот метод лечения и внедряют уже в своих странах эту методику. Для обучения к рязанским специалистам также обращаются их коллеги из Италии, Мальты, Мексики, Ливана и Таиланда. Виниры, коронки и вкладки – все это виды современных стоматологических протезов. Они эстетичны и функциональны, а под цветы не отличаются от настоящих зубов. Как их ставят и с чего делают, узнала наша съемочная группа. Если у человека отсутствует один или несколько зубов, то врачи-стоматологи советуют установить ортопедическую конструкцию. Другое название у этого – протез, однако само слово к современной стоматологии имеет мало отношений. Если раньше они служили только для восстановления функции оживания, то современная медицина – это еще и маленький шедевр в плане эстетики. Все вокруг нас переходит на цифровые технологии. То же самое в стоматологии. То есть сейчас мы переходим на цифровые технологии. Уже многие ортопедические конструкции изготавливаются не зубным техником, а на специальном фрезерном станке. Происходит моделировка в компьютерной программе. И в дальнейшем на фрезерном станке из специальных заготовок уже происходит вытачивание. Это более точно, это более современно, быстро и, соответственно, качественно. Зубы человека сами не восстанавливаются, поэтому врачи-стоматологи сами искусственно воссоздают то, что так необходимо. А современные технологии и материалы позволяют уменьшить противопоказания для различных ситуаций, сокращают сроки адаптации, помогают врачу добиться идеального сочетания функциональности и эстетики ортопедической конструкции. Ортопедическая стоматология – это, конечно, финальный этап всех манипуляций. Но в нашей клинике это еще и начальный этап. Дело в том, что все консультации провожу я, как врач-ортопед. Я, конечно, привлекаю всех специалистов – терапевтов, парадонтологов, гигиенистов, хирургов, имплантологов, для того, чтобы правильно и качественно провести все стоматологическое лечение. Согласно нормативам, при соблюдении рекомендации ортопедическая конструкция должна прослужить минимум год. В клинике альфа-стоматология процесс протезирования – это совместная работа врачей различных направлений. Они в том числе обучают человека гигиене, основным правилам ухода вне клиники, важности профилактического посещения и многому другому. Благодаря качеству и правильному уходу ортопедическая конструкция может послужить всю жизнь. Хорошая материальная база и владение различными технологиями позволяют выбрать оптимальный вариант для каждого человека. Но можно выделить основные виды протезирования – съемной и несъемной конструкции. У нас два варианта. Первый вариант – мы можем ваши зубки депульпировать, убрать из них нервы, обточить вот таким образом и установить мастовидную конструкцию. Второй вариант – мы не трогаем ваши зубки, а мы устанавливаем сюда имплант. Как нам еще сказали вне кадра специалисты альфа-стоматологии, мы не увидим в конечном итоге импланты или грамотно вылеченные каналы зубов. Благодаря качественному протезированию мы должны увидеть красивые и здоровые зубки, мы должны увидеть улыбку уверенного в себе человека. Познакомившись с процессом лечения в альфа-стоматологии, создалось впечатление, что улыбчивых людей из клиники выходит много. Клиника альфа-стоматологии работает ежедневно и находится по адресу улица Тержинского, дом 33, корпус 1. А в ноябре этого года открывается новая просторная клиника альфа-стоматологии в торговом центре «Еж» возле Дворца молодежи Наполетаева. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудрюшова. До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok